Добрый день. Начинается наша программа. В студии сегодня Мария Кожевникова, а напротив меня директор кировского филиала ПАО Ростелеком Евгений Валов. Евгений Владимирович, добрый день. 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 То есть периодически он прибегает с длинным-длинным счетом к директору или к руководителю предприятия и говорит, мне надо. Руководитель предприятия всегда в таких ситуациях понимает, что если он это не даст, то у него поначиваются проблемы, он оплачивает счета, то есть затраты какие-то несутся. А считает, что на увеличение мощности? Ну все, понимаете, вечного ничего нет. Вот телефончики у всех лежат, я так понимаю, среднестатистический житель меняет современный смартфон, ну раз в 4 года точно. Потому что, во-первых, он сам по себе устаревает, смартфон там начинается, проблемы с ним, во-вторых, нас подталкивают всегда сами производители. Ну вот, в случае с айфонами, когда начинает производительность подтормаживать, то есть нас подстегивает производителей менять. Так и точно здесь, ничего вечного нет, все периодически надо менять. То есть настает момент, когда вы вроде бы вложились в инфраструктуру, создали свою серверную, создали свою инфраструктуру, и вроде там на всю жизнь хватит нет, через 3 года начинаются проблемы и заново счет. Ну вот, рассказали мы о коммунальной услуге, а теперь давайте расскажем о новой. А здесь простой веб-интерфейс. Вы заходите в веб-интерфейс, заказываете на наших центрах обработки данных свою виртуальную машину, то есть свой сервер организуете. То есть набираете там процессорные мощности, объемы жестких дисков, объемы памяти, разворачиваете на этих мощностях свои программы. Все это не здесь у нас, а где-то в облаке. В специальных центрах обработки данных, которые защищены по самому последнему слову, как самому последнему требуемому законодательству, как физически защищены, то есть там охрана, там пожбезопасность и все прочее, доступ, да, так и информационно защищены. Потому что в настоящий момент все-таки защита информации начинает больше преобладать. То есть у нас аттестации все серверные, наши серверные виртуальные отсоды, они аттестованы по максимальной степени защиты. То есть все, и у пользователей, у юрлица не возникает потребностей на развитие внутренней компетенции по обслуживанию вот этой всей системы. Потому что каждый год, каждый там год, пятилетие, десятилетие, неважно, прогресс развивается, и стоимость поддержания компетенции в этом направлении, она растет. То есть стоимость обучения специалиста, стоимость его содержания, стоимость его переквалификации, стоимость это все постоянно растет. А зачем? Да и само предприятие, наверное, растет, увеличивается. В том числе, да. И зачем нести затраты? Предприятие должно заниматься тем бизнесом, которым они должны заниматься. А все, что сопровождает этот бизнес, вот в достаточный момент в сфере IT мы пытаемся увести вам как услугу. То есть мы вам подставляем плечо. Пользуйтесь. Дальше. Да? Дальше переходим. Виртуальный АТС. Виртуальный АТС. Но АТС это автоматическая телефонная станция, да. Все помним, ну еще там. Ну это что-то очень старым кажется. Да, конечно. Это большая там железяка, которая стоит в больших данных, там соединяет медные кабели у нас, да. Потом следующее развитие это были маленькие УПАЦ называлось, управленческая там АТС, маленькая СТС, то есть мини-АТС их еще называют, да. В каждой конторе появлялось, которая позволяла доп. функционал какой-то развивать. А сейчас мы предоставляем услуги по виртуальный АТС нашей. Вот. Это тот же функционал мини-АТС, только все ядро тоже находится на наших серверных мощностях. То есть у клиента только оконечное устройство. У него также есть веб-интерфейс управления, как бы своей виртуальной АТС. Он там какой-то функционал подключает, надо какой-то функционал отключать. Тут же перепрописывает какие-то свои маршруты, там меню голосовое делает. То есть это все позволяет. То есть весь функционал современных мини-АТС реализован уже у нас. То есть не надо, опять же, содержать свою инфраструктуру для этого. И содержать специалисток-то будет обслуживать. Ну и представляя, наверное, современные технологии, я вот уже не вижу какой-то стационарный телефон с трубкой и проводом. Наверное, это мобильный. Да, вот в виртуальной нашей АТС как возможность как и на стационарный телефон, ну там, допустим, на СИП современный телефон, с доп. возможности, так и как приложение на смартфон можно поставить. То есть все клиенты оказываются, даже там, если он ушел с рабочего места, по внутренней сети его можно найти, оперативно с ним пообщаться. А вот что главное в этом, когда кировские бизнесмены такую модель выбирают? Это экономия, это удобство? Или здесь есть и то, и то? Это все, вот знаете, это, во-первых, экономия, то есть гораздо дешевле, потому что, когда заводишь, особенно если у кировского бизнеса есть географически распространенное предприятие, то есть точки разнесены, то внутри виртуальной АТС это считается как все, ну, внутренние звонки, то есть они не тарифицируются все. Во-вторых, это удобство, да, то есть дополнительный функционал, он не просто там позвонил, а там дополнительные справочники, появляется возможность там быстрого набора, возможность посмотреть, занят, не занят. И в третий момент это появляется мобильность, то есть не надо там искать техническую возможность, там, неважно, там, переехало у кого-то предприятие, интернет появился, там, мобильный или проводной, и у вас тут же заработало. А если мы постаренько вспоминаем, то там, с медной инфраструктурой надо искать техническую возможность, есть, нет, там, физические пары, раньше говорили, там, нет физических пар, и вам не будет никогда в телефоне. Нет, сейчас уже это все отвязано. Предприятие получает достаточную мобильность. Нужен только интернет. Да, и в передачу любой мобильный либо проводный. То есть услуга накрадывается просто, как я вначале говорил, поверх интернета все эти новые услуги. Облачное видеонаблюдение. Да, это вообще-то, это уже, наверное, назовем его так, тоже скоро будет коммунальные услуги. Когда мы предлагаем предприятиям облачное видеонаблюдение, все же говорят, о, да зачем? Вот там на китайском Алибабе или там Алиэкспресс я купил камеру. И все ставят себе обычно это приложение на смартфончик, либо на стационарный компьютер и, скажем так, наблюдают за своими объектами. С одной стороны, конечно, это им дешевле. То есть купили китайские камеры там, разовый платеж поставили и наблюдают. И они резонно говорят, а зачем вам платить ежемесячный платеж, то есть если мы сами разворачиваем свою инфраструктуру и вы платите. Но вот по-честному, а для чего вот эти там 20 камер обычно? Я как-то наблюдал за охранником. Сидел и наблюдал за охранником. Я понял, что если бы я был охранником, ну и вот зная себя, я бы, наверное, уже на второй минуте начал медленно моргать, а на третьей я бы, наверное, уже уснул. Скучная очень картинка, да? А она расплывается. Ну, все что-то. Вот сейчас вот слушатели, представляете, там в видеобиле это большой экран и много-много разных квадратиков в нем, верно? Где-то что-то прошло, где-то вообще картинка статична никогда в жизни не меняется. И первые там, я не знаю, ну вот посадили тебя на смену, ты сначала смотришь внимательно, пытаешься врагов найти, я не знаю, там, несунов, перебежчиков, там, шпионов. Через пять минут, ну, все, замылишься. Через час, это самое мужественное, наверное, уже охранники, и то достают сканвордик или, там, не знаю, там, какой-нибудь телефончик и начинают гонять там шарики. Все. Это где-то живет своим миром. Как отследить все события? Вот у меня есть знакомый предприниматель, он тоже решал поставить вот такой же вариант дешевый или нашу. Поставил он дешевый, да, и я всем говорю, а почему? Он говорит, ну, вроде раз затратился, затратить не надо. Я говорю, хорошо, вот у тебя сейчас на базу там пришли и украли все. Что будешь делать? Камеры буду смотреть. Я говорю, ну, смотри, факт ведь свершился, уже украли, так? Камеры мы посмотрим. Ну, не факт, что номера будут читаемы, не факт, что лица будут различимы, а еще если в темное время суток, то получается у нас, как в анекдоте в старом детском, черный-черный негр, черно-черной ночью выроют черно-черный уголь. Вроде бы запись есть, а с ней ничего не сделать. А факт свершился, у тебя все украли. Второй момент. Все это посмотрели, не факт, что милиция наша найдет. Давайте отдавать честно, как бы раскрываемость преступлений тоже не 100%. А у тебя уже украли. Поэтому к нашему видеонаблюдению появляются такие большие модули, называется видеоаналитика. То есть, когда используешь наше наблюдение, подключаешь необходимый модуль, и он начинает уже обрабатывать в онлайн-режиме информацию, и как ты ее настроишь, тебе сообщать уже. То есть, допустим, движение в камере. Произошло движение в камере, тебе пришло уведомление, тебе, охраннику, неважно кому, уведомление. И если охранник в этот момент там разгадывает кроссворд, слово из четырех букв, да, там, песчаная, там, отмель на реке, да, четыре буквы, то когда у него что-то, извещение звуковое придет, да, он хотя бы посмотрит, и он уже в онлайн-режиме видит, а что происходит. Не надо потом, как бы, отматывать. И действия можно перенимать сейчас. Умные камеры, да, как это можно назвать? Камеры-то не может быть не умные. Умные потом уже видеоаналитики, то есть это постобработка изображения на серверных мощностях. То есть вы подключаете, и из-за вас программы, как это искусственный интеллект уже назовем, да, она обрабатывает видеоряд. Там можно просто, допустим, у нас есть примеры, где люди периметрали свою охрану периметра, делали на наших камерах. То есть они проводили по забору там линию на мониторе. И когда эту линию пересекает что-то, объект срабатывает извещение, то есть все, забор пересечен. Есть очень много видеоаналитики для торговых сетей. Они считают, допустим, длину очередь в кассе. Не надо ли вывести еще одного? Да, не надо ли вывести. Можно посчитать потом аналитику, когда идет массовая загрузка на кассе, когда можно там графики, я не знаю, там работы своих кассиров, что у нас там, я не знаю, там по средам с 10 утра там до 12 идет массовый наплыв, надо там вот график составить так, чтобы там было людей максимально вывести. Либо обед разнести у людей. Каких товаров больше всего покупателей, да, например? Есть, допустим, тепловые карты по маршруту, то есть как покупатели по магазину ходят. Мы вот тестировали с одним предприятием, и выясняется, что в один угол в магазине люди не ходят никогда от слова совсем. Почему? Ни суббота, ни воскресенье, ни утро, ни вечер, не бывает. Соответственно, в этом углу товар не продается. Предприятие понял, что товар там, ну, он не первой необходимости, он, скажем так, более-менее эксклюзивный, но чтобы его продавать, а продавать надо, соответственно, его надо вынести на, скажем так, тропу, где-то покупатели ходят, либо переложить... А потом, например, хлеб, да? Да, либо переложить товар первой необходимости так, чтобы покупатель, поток покупателей прошел мимо данного товара. Ну, это же маркетинг, нас заманивают, мы с вами ходим, о, хлеб, да, купили, о, да, какая штука, наверное, мне надо. Для чего я сейчас придумал, но я куплю эту штуку. Вот таких нюансов много. Можно считать количество посетителей, входящих и исходящих, можно различать лица, выделять, допустим, сколько своих сотрудников. Приход на работу, вовремя, не вовремя сотрудники приходят. То есть вот не надо там вот вручную что-то предпринимать, ставить дополнительные людей, за тебя это считают, ну, ставить, скажем так, видео, искусственный интеллект, который вот это обрабатывает видеоаналитику. Времени мало, поэтому придется приходить к следующему, хотя все очень интересно. Тепловизоры у меня написано, это вот то требование 2020 года. Да, это современные реалии 2020 года. Я же к вам сегодня пришел, что барышня делает? Тыкает мне беспроводным термометром в руку, пытаясь отмерить температуру, да, хотя я шел по улице, на самом деле руки подостыли, они, наверное, ну, хорошо, это у вас один-два посетитель, да, а если идет массово, ну, проходная с завода, да, там, не знаю, там, учебное учреждение, да, когда начинаются уроки, каждого останавливать и потребность, и распотребность снимать, мерить температуру? Нереально. Поэтому ставятся тепловизоры. Вы этим занимались раньше, или вот вы сейчас на вопрос? Это новый продукт, как только появилось, мы с компанией, с поставщиком камеры договорились, написали свой софт, к этому, который обрабатывает, соответственно, он даже различает человек в маске, без маски идет, то есть он предупреждает, если идет превышение температуры, то охраны, либо где, куда выведено, сразу силуэт подсвечивается, и, скажем так, индикация идет, то есть охранник может отвезти человека, там, и отправить его домой. То есть это уже современный реальный. А востребовано вот в Кирове такое? много предприятий стоит. Именно предприятия, да? И учреждения образования тоже. А вот начали мы разговор с того, что предоставляет рост целиком услуги не только бизнесу, но и госпредприятиям, да? Вот это вот все, что вы перечислили, оно и... Я думаю, так госпредприятия даже больше этим пользуются. Потому что у всех госпредприятий ей тоже необходима это экономия бюджета, да? То есть, соответственно, мы всегда начинаем где-то с экономии, чтобы помочь бюджету. Ну, давайте так честно, бюджет у Кировской области явно не профицитный. Соответственно, на всем надо немножко... Ну, вообще говорят-то нам, что профицитный. Так что... Ой, хорошо тогда, я рад за нашу Кировскую область. Я знаю, что много проектов с правительством вы реализовали, там, может быть, парочку коротко. Ну, парочку проектов. Первое, это электронная система документов оборота, которая реализована на наших серверных мощностях и аттестована закрыто там по требованиям безопасности в соответствии с законами. Ну, и второй момент реализовали, это вот наша виртуальная АТС, которая сейчас развернута в обл. администрации, которая сейчас в Песнополис, которая появилась в дополнительные сервисы, в дополнительные возможности дала для работников, скажем так, администрации. В общем, все испытано, все исправлено. Да, все испытывают. Вот федерально, особенно органы власти там, они давно уже виртуально, вот эти все ЦОДы, все прочее, они уже первые уходят. Очень много уходит на виртуальных, иностранные, вот если компаний. У нас в Кирове не так много, а вот в соседних регионах иностранные компании заходят, они уже сразу, они свои компетенции не развивают. Это где? Это где? Это как услугу берут вообще? Для них это уже норма вещей. А вообще вот мы с вами говорим о каких-то готовых решениях или о готовности подстроиться под запросы? Смотрите, есть, конечно, ну, назовем ее так, коробочное решение, да? Вот оно вот так выглядит. Стоит оно таких-то денег. Можем доработать по требованию клиента. Единственный момент, цена этого всегда. То есть любое действие это все равно стоит сколько. Если, допустим, там стоит доработать, какой-то там связать два интерфейса, там клиента программу и нашу, то это, ну, небольшая затрата. Если клиент там просит вообще дополнительный функционал, либо вновь его разрабатывать, либо все переделать, ну, в зависимости от потребности, все дорабатывается, может под клиента дорабатываться. Ну, вот, прямо скажем, что хоть и на счетах у нас уже не считают, да, в Кирове, но мне кажется, все-таки не все предприятия пользуются вот такими вот суперсовременными технологиями. Вот как вы оцените вообще востребованность их у наших бизнесменов? И, может быть, что назовете, что мешает распространению? Основным драйвером здесь, конечно, является средне-малый бизнес. Ну, потому что они на всем оконят. То есть это живые деньги конкретного предпринимателя, и если у него возникают какие-то потребности, он пытается минимум ресурсов их реализовать. На больших предприятиях все-таки мешает, ну, немножко вот, закостенелось этого предприятия. То есть у нас же во всех больших, как только предприятие перестает, начинается норматив, внутренние нормативные правовые акты издаваться. Регламенты, положения. Чем больше предприятия, тем больше согласовантов, утверждантов, соответственно, внесение в этих идеологий изменить практически нереально. И вот эта структура складывается, что привыкли работать так внутренне, запрещая, допустим, выносить данные вне предела предприятия. Вот я беседую с большими директорами. Почему? Ну, они вроде вдруг утекут. Я говорю, ну, они и от вас могут утечь, в первый момент, да? Второй момент, поверьте, нам они не очень нужны. И в ЦОДе даже системный администратор не знает, где хранятся ваши данные. Ну, он говорит, есть регламент, утвержден на этом службе безопасности, и прочее, и прочее. То есть, большие предприятия, вот поменять вот это внутреннее ожидание, внутренний бизнес-процесс очень тяжело. Это те, кого надо убеждать? Да, их надо убеждать, потому что, может быть, и руководитель, бывает там, и согласен, но вот эта вся цепочка, запустить снизу процесс наверх, потом получить добро и спустить вверх, он очень длительный. Я всегда говорю, что в настоящий момент информбезопасность, да, приобретают, ну, вот все на слуху она. Ну, вроде вот, все говорят, а зачем? Я говорю, ну, хорошо, вот у вас смартфон, да, лежит. Там наверняка есть банковские приложения. Согласитесь, вот если у вас, не дай бог, конечно, гоп-стоп какой-нибудь возьмет и кошелек возьмет, ну, там пара тысяч, наверное, из кошелька уйдет, и ваша внутренняя девичья честь будет там, ну, как-то оскорблена этим. А вот если у вас враги сломают, ваш телефон залезут в банковскую, там, я не знаю, там, какую-нибудь онлайн-систему и оттуда начнут управлять вашими счетами, вот тогда, я думаю, вам гораздо будет, скажем так, да, неприятнее, потому что угроза потери становится больше. Поэтому, я говорю, что вот сейчас вот убедить, что сейчас надо безопасно все-таки смещать в информативную часть очень тяжело. И у нас, ну, есть такой менталитет еще у производителя, ну, где там, ну, зачем мы здесь кому-то хакерам нужны? Это же где-то в Нью-Йорках, там, Парижах, Москва вскрывают крупные банки, там, трассно-национальные корпорации, а зачем там я и П кому-то нужен? То есть проблема даже не в том, что это дорого или мы, ну, там, у нас нет таких денег, проблема просто в закостенелости ума получается. Да, то есть осознать и принять, потому что я еще везде выступаю, что наше государство, оно реально является драйвером по развитию вот всей информатизации промышленности, назовем так, потому что она заставляет законодательными актами оцифровываться, нас, то есть вот различные федеральные законы, требования, то есть люди вынуждены их исполнять и нас немножко вытягивают из того, там, я не знаю, болота в современный мир вытаскивает государство. Да, там, не всегда это, скажем так, довольно этими хозяйствующими субъектами, но что делать? Надо вытаскивать. Почему? Потому что цифровизируя свою промышленность, можешь по старинке работать, ничего не делать, но как дальше на рынке-то бороться? Как с этими китайцами бороться? Как бороться с высокотехнологическими корпорациями, у которых все сминимизировано, у которых рутинную работу заменяют уже не люди, а заменяют вот искусственные, участки искусственного, какие-то интеллекта, другие бизнес, то есть технологические цепочки. Это начинает экономить, соответственно, мы не конкурентоспособны рано или поздно. Поэтому государство нас является таким основным драйвом, принимая различные законы, осознавая нас, подтягивая все наши хозяйствующие субъекты до определенного уровня. Или дожидаясь какой-то хакерской атаки, да, или... Она есть, на самом деле, мы зря говорим, они есть, а просто, ну, есть и там не разглашение определенное, небольшие-то атаки есть, то есть люди получают, ну, я не знаю, спам-письма, это вообще, фишинговые сайты, подмены, это у всех есть. Я не знаю, там был период, когда там нашим клиентам от имени будто бы Ростелекома приходили счета там, там, уважаемый там бухгалтер, там, изменился счет Ростелекома, там, откройте по ссылке, да, там все. Похоже все вот это вот, подмена сайта, все вроде красиво, правильно написано, там, отличается в одной там буквочке, все тыкаешь, все, поехали. Просто мы еще не сознаем, что преступлением информбезопасности все больше и больше. Физлица вот сталкиваются, да, сейчас мошенники-то. Здравствуйте. Вот я буквально когда, позавчера там звонок получил Сбербанк, опять же, младший сотрудник управления внутренней информбезопасности, там, такой-то, у вас там произведена очередная транзакция, подтверждаете это, я всегда подтверждаю, да, там, он вздохнул, ну, ладно, все. Ну, то есть я-то понимаю, что это мошенники, то есть они уже работают. И по юридическим лицам все работает. Просто русский менталитет, он сам по себе, это в целом у нас в России, как бы, если с тобой что-то произошло, не надо об этом говорить, потому что у нас все, о, ты лузер, да, тебя же все обобрали. В Европе же нет, там, меня там ограбили, помогите, ты там, беды, несчастные, мы, конечно, типа, у нас, да что это? Есть вот такой у нас менталитет, он не позволяет, вот, мы немножко скрыты в этом отношении. Заканчивается время у нас, к сожалению, еще о перспективах хочется поговорить. Мы тут любим, когда нам какие-нибудь секреты раскрывают, может быть, какие-то проекты вы готовите новые, новые продукты, расскажите нам. Ну, тут секретов особых нет. Основное и продукты, они рано или поздно выходят новые, сейчас пока тоже не готов обсуждать. Почему? Потому что обсуждать продукт, когда он еще в идеологической, немножко неправильно. А концепция будет равна, одна и та же останется. Мы должны быть, как можно, ближе к бизнесу. То есть любой бизнес в какой-то момент должен на нас опериться. И мы это плечо ему подставим. Найти продукт, который нужен именно ему. Либо найти и предложить, и, ну, как бы сказать, спрос возбудить, либо от него получить потребность и сделать продукт под него. Вот на этой ноте мы с вами и закончим. В нашей студии был Евгений Валов, директор Кировского филиала PowerOS Telecom. Евгений Владимирович, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня вам. Доброго дня всем слушателям. Всем до свидания.